Всеобщество Всеобщество Можно подразделить Как она проявляется в классической философии Она различается на следующей всеобществе Всеобщество сознания Сейчас я объясню, что это такое Всеобщество сознания Это просто важное дополнение Дальше второе Всеобщность понятия Всеобщность понятия Третье Всеобщность родов и видов Родов и видов Четвертое Всеобщность социальных существ Ну, типа того, что Как потому Общество Начиная с семьи На самом деле Семья Государство То, что можно эмпирически Игрегор Игрегор сюда входит Причем, каждая из этих всеобщности Это слово тут одинаковое Смысл совершенно разный Что состоит в сознании? То, что сознание сохраняется и во времени Сознание стоит во времени Стоит во времени Сохраняется и во времени То, что оно есть пространственное То, что мы получили То оно пространственность Вот эта пространственность Что она стоит во времени Да? Это и есть всеобщность Раз оно стоит во времени получается что что-то относительно чего сознание сохраняет свое отношение то точно так же стоит во время это означает что предположение о неком единичном я но который понимается как . у дегеля допустим у нее тесно как это странно он говорит когда на ноги духа чувства достойности говорит о единичности не получается единичными является единичные единичные я у него я издали единичный это единичная это единичная это причем это и другое понимается как . в пространстве . в пространстве такая аналогия просто . как пространстве growing ну а как и я может быть . пространство . ведь не существует как может быть я пониматься как . но это вообще какой-то но я всегда с ней некоторые условно говоря не Нечто стоящее во времени, и вообще говоря, оно только потому возможно время, что есть некая система отчета, нечто стоящее, относительно которого в остальное движется. Как я рисую всегда, есть сознание, как уступ, а есть как бы оно встает во время. Извини, я перебью тут к нашему сегодняшнему разговору, ведь выступание из времени, про которое там тоже многие говорят, вот эта трансцендентальность наша, в этом тоже и проявляется. Почему мы как бы понимаем время, почему мы понимаем, что мы во времени, что время идет, потому что мы выступаем из-за него, потому что мы смотрим на него со стороны. Да, именно так. Поэтому есть внутреннее сознание времени. Вот у нас был один разговор, что может быть протяженный, что мы и я протяженный, и мы самими собой меряем время, и поэтому понимаем, а можем быть как бы вовне стоять, понимаешь? Потому что единственное, если мы точка и глупем, то есть темпоральность, темпоральность, да, субъекта, да, это один разговор. А есть другой разговор, что мы просто вовне, просто вовне, это первый разговор, действительно два разговора, да, субъект просто вовне. То есть и вот это вот вне, как бы, это вне времени, в частности, но не только вне времени, и вне пространства, это вне пространства и времени. а раз у нас есть опыт понимания бытия тому как бы и вне бытия вне бытия да 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 вообще вне мира просто вот вне во всех отношениях абсолютное вне что важно что вот кант это вот гегель этого не замещает чтобы он отождествляет и этот и это как бы понимает что они у него . они вообще эквивалентом да это будет так не должно и поэтому всеобщее сознание как бы на самом деле она сразу вис понятие связано с тем что как вот есть мышление да и мышление она берет мысли смыслы дают мысли смысл они являются более общими, по сравнению, есть иерархия, одни смыслы, смыслы более общие, потому что они обобщают больше реальности, а другие менее общие, вот есть вложенность как бы смысловая, вложенность вот кругов, ну да, но любое понятие фактически является всеобщим, потому что оно все время обобщается, бесконечное количество... Сюда же относится абстрактность, да, вот абстрактность, тут вот абстрактность, а тут здесь конкретность всегда, даже она всеобщество, но тем не менее всеобщество конкретное, потому что, разно, как-то речь идет о вещах, вот конкретных вещах, да, о восприятии идет здесь речь, но оно еще до мышления, а тут уже мышление, уже идет речь об абстракции, идет о понятии, которые вложены в друг друга, вот это вот всеобщество родов и видов, кажется, что оно принадлежит всеобществу, на самом деле не так, Почему? Потому что родные виды существующие, например, род животных, ну каких-нибудь, допустим, котов. Это такая как бы... Это живое понятие. Себскость, которая как бы имманент на миру. Да, но живое. Вот кот, например, есть. Например, кот, конечно же, он единичный кот, но он принадлежит семейству кошачьих. Ну, семисты кошачьих, да, но собирательное понятие, но теми именно живое понятие. Поэтому я его делаю отдельно, потому что здесь абстрактные понятия, абстрактные, а тут живые. И вот это, на самом деле, различие существенно. А у Гегеля... А Гегель считает, что вот эти вот понятия, на самом деле, они являются такими же живыми, как роды и виды. Да. На самом деле. И так же понимает это Аристотель. Точно так же понимает, что вот эти понятия, они тоже как роды и виды. Хотя он различает здесь категории, категории, да, и отличает их от родов и видов. Ну, Аристотеля надо, видимо, отдельно все-таки рассмотреть, не надо торопиться. Здесь, помнишь, категории мы говорили, а здесь роды и виды, и он тоже их различает. Да, да, да. Значит, я это вначале не очень правильно сказал, да. И всеобщенность социальных и сущих я уже сказал. Так вот, если всеобщенность эту проследить, то тогда становится понятно место сознания. Что сделал фактически, во-первых, Гегель? Гегель свел всеобщенность сознания и всеобщенности понятия, а всеобщенность понятия свел Коди. Но при этом сказал, что это всеобщенность родов и мир. Да, и всеобщенность социальная тоже свел. Гегель вообще все сделал, что он всеобщенность свел понятия всеобщенности. Понятия, все, все три всеобщенности. И все всеобщенные понятия свел к логике естественного года. Вот это вот логицизм Гегель, вот то, что сделал Гегель. И если мы удерживаем на самом деле это различие, то мы пока вот сюда не спускаемся, и вот мы об этом говорили немножко, но пока не спускаемся. Но вот если хотя бы мы удерживаем вот эти два различия, то у нас и возникает, что уже как бы различие классического, постклассического субъекта проходит здесь. Вот это сведение возможно только в том случае, если сознание, в котором здесь речь идёт, это конкретное единичное сознание. Если это сознание можно свести к всеобщему сознанию. Потому что только всеобщее сознание является понятием. Всеобщее сознание, ну в смысле, сознание так, всеобщий субъект является понятием субъекта. И если Гегель умудряется всеобщность сознания, не всеобщая сознание, а всеобщность сознания свести к всеобщему субъекту, сказать, что на самом деле есть всеобщий субъект, и у него есть сознание, то тогда он это все свойств понятия и все это скопывается, и все становится понятием, все свойств будет. А если этого сделать нельзя, то тогда вот его вот идут с их логикой, просто не удается достаётся две сферы сферы сознания как бы 1 и сфера понятия или мышление друга ощущения а это сознание и остается различие веге же сознание мышление тоже одно и тоже с у него сознает точнее так у него сознание регулируемых мышления вот эта вот редукция мышления на полигать свой собственный просто прямом тексте на раз связано с тем что вот он всеобщество не понимаешь что сознание это не . что нельзя его редуцировать всеобщество субъекта вот этот как бы замечание просто скажем что в каком месте мы находимся просто мы как раз находимся в тем что вот мы пытаемся учить все-таки поймать это различие сознание и мышление сих брать с позиции классических вас и и понять как это различие но как она на самом как он должен проявиться вот она проявляет сейчас на систем что возможно такая философия как философия хайдика потому что дозанин и собрать его в терминах гибель есть сознание единичное сознание только наверное так мира нельзя говорить потому что у него тоже цель из человека в принципе да ну потому что сознание это все-таки какая то что там про сознание много чего еще с вами там действие еще есть целая этика осознание это все-таки аспект констатирующих это свидетельствующих все-таки аспект не полнота не человек ну каком-то отношении сознание является в этой полноте человека сам вам сам существенных артест просто если здесь дальше развивать я можно будет плавно перейти потому что понимается под эти как потому что когда мы говорили что эти конкретно она вот как раз и связано помните его коллизии между абстрактные эти когда и конкретные эти и вот это коллизии на самом деле есть вдуматься проходит по линии разума между сознанием и и мыши не то что если сознание мыши не скопывается да никакой по тогда получается странно как тогда возможно эти к абстракт на типа допустим эти категорической императил карты как она возму что если сознание мышление склопывается возможно единственная этика именно эти категорической императилов как никакой другой этики невозможно все становится абстрактной единственная этика возможна это абстрактная этика но если допустим сознание подминается понятием или становится понятием то чем становится этика этика становится просто как бы мышлением и выведение понятия добра вот ты как бы сформировал понятие добра помыслил его домыслил до него у гигеля газа наш с добром у него то как есть то и правильно ну понятно потому что весь мир уже как бы помыслил то как то как действительно то и разум иначе горе у него добро у карта есть же должен до недостатка канта состоит и должен стать есть трансцендентами для него есть как вот это вот это есть внешность данной и которая диктует некое стремление агиле что стремление быть не должно то что все иммунитно и поэтому добро должно быть тоже точно так же монет да но опять же не должно быть никакого должностно но это значит переделать как бы искать не ему пожертвы естественно есть для отдельно всеобщего субъекта и по долженствование все это все общий субъект или дух достигает определенного уровня и этот уровень есть добро конечно это добро является долженствующим добро по отношению каждому отдельному индивиду но тем не менее она является как вот нет никакого должности нет никакого духа направления не стремления вот он достигает определенного уровня и это и есть добро и поэтому как бы он тем самым оправдывается на добро на разных уровнях развития общества допустим было добро в дрейверах обладающих обществе допустим а вот а с точки зрения типа допустим где пролегает различие между там что и ностью и бытие вот можно понять что есть добрый поступок буду даже какой-то конкретной ситуации как авиа и и или вообще если содержать смысле содержания понять даже может быть конкретного содержать а можно поступить соответственно сеть можно понять как бы ну не но не осуществить же а можно осуществить понимаешь это одно различие второе различие состоит то что можно понять это все таки означает помыслить и наш как-то занести с какими-то тому соотнести с функциями ама а можно как бы усмотреть правильность безотносительно вся города абстракции вот есть правильность то что но это мы обсуждали да может быть может быть так но даже усмотрев понимаешь им и не поступив это тоже правильно то есть вопрос два момент я причем не вам не заметили различие усмотреть или помыслить из каких-то этих вывести это все это все различие содержательности как правильно получить правильную содержательность поступка чтобы она была конкретной или не конкретной чтобы она была так сказать соответствующей ситуации или соответствующий принципу это вопрос содержательности а вот как чтобы он осуществился вопрос состоит в том чтобы поступить вот конечно когда речь идет о знании так вопрос не стоит кроме содержания ничего не интересуют. Но у Канта, кстати, есть проблема уже этических. Это состоит в том, как порядок свободы и порядок природы, как он, в общем, возможно соотносится, как возможно их соотнести. У него же представление о Боге возникает в связи с тем, что Бог именно вот этих два мира как бы он соединяет, чтобы они друг другу не противоречили. Потому что иначе добро будет невозможно, если и не существует возможности осуществления нашей свободы. То есть если наши... Потому что если поступки наши детерминированы какими-то мотивами, причинами, то тогда мы опять же действуем несвободно. Действуем согласно неким законам. И действие согласно законам не имеется. Кстати, если как Вы говорите, в планетике, очень здорово заметил, в планетике свобода дает там различие между бытием и небытием. Потому что если бы, допустим, у нас свободы не было, мы бы осуществляли все те содержания, которые должны возникнуть логически. Мы бы действовали и действовали, действовали и действовали. Не было бы различия между как бы осуществленным и не осуществленным поступком. Оно возможно только, если у нас есть свобода что-то осуществить или не осуществить. То есть различие бытия и сущего есть на самом деле в этике различие между свободой как бы и не свободно ну да получается так потому что он смотреть если как бы если сущий как-то дано определен на руках у нас для него чтобы постигать там и все как она есть так а мы ничего сделать ну и и ты как бы так допустим если говорить про не свободного человека такой какой есть если ты был не свободным то ты бы просто осуществлял все заложенные в тебя задержания законы деда 10 действовал действовать прямо приводы но и в этом плане не было бы никакого небытия как обычно говоря и будем ну все было бы быть все было бы все бы существовало не было бы ничего что не осуществлено отсюда стать и понятно почему вообще говоря с философия начинается декатес того как чтобы обосновать быть и я такая тоже проблема дигант начинается с бытие я казалось бы зачем вообще его опасно потому что есть ли но этот вопрос между прочим соотносился с вопросом о бытие бога дело то что например если братьев христианство изначально как он в евангелии написано там под верой в бога понимается доверие был это просто современное искажение смысла того что написано в евангелии никто нигде там не ни один там楚 наше сам не сомневается о существовании Бога даже вопрос такой не ставит везде где говорится о вере в бог и если вы верите то горы сдвинутся везде говорится о доверии pit dariparepsi невottleory поводить так что если бы доверяете богу и скажете горе сдвинься тбор рождвинься понимаешь вот так надо понимать смысле доверия то есть если человек полностью доверяяются в руки на эту способностьskッ уiciones детей сделатов все сделается влечки только отамины а вот как а этот смысла Какой способ понимания веры в Бога, в смысле существования Бога возникает только, когда вообще поставлен вопросы бытии? То есть когда мы сомневаемся в существовании Я. Вот когда сомневается дикарство в существовании Я и тем самым обосновывает Я его существования. Так же и с Богом. С Богом возникает Таатра. Так же порядок того, что происходит на Земле и порядок того, что происходит на небе, это симметричный порядок. Мы можем наблюдать просто то, что происходит с нами, чтобы понять, что происходит с Богом, и наоборот. Поэтому ты когда говоришь о свободе, на самом деле, зачем нам нужно обосновать наше бытие, чтобы избавиться от свободы? Понимаешь, в каком-то смысле есть даже такая свобода, чтобы помыслить себя несуществующим. Ну да. Нет, даже не просто помыслить. Есть же некое противорище между тем, что на самом деле добивается философии. А она же хочет принудить себя от необходимости. Философию хочет учредить все политически. Изначально она хочет установить, например, réponse, и потом заставить себе полностью подчинять это спокойно. Хочет доказать свое бытие. И потом, сходя из этого бытия, доказать существование мира, существование Бога, и всего остального. То есть она хочет просто себя зачем-то принудить. Она хочет почему-то в науке избавиться от свободы. Понимаешь? Вот это же странность какая-то! допустим доказать необходимость свободы а суть о том нет все что есть просто интересно что если что то что получается философии стремится это избежать свободы она даже в этике так смеется она говорит что есть законы и то есть человек должен подчиняться этим законам опять же избежать свободы у нас везде все что касается процент движение в этом мысли да все пытается избежать свободы все пытаясь себя починить некоторым принципам там или починить себя некоторым там аксиомам странное же стремление но это же странно как почему мы где-то первородно как бы свободные существа хотим от свободы избавиться всячески могут ну видишь опять же смотря как понимать свободу нет вот этика допустим что такое этика этики же ведь хотят внедрить это никаким способом что все должны подчиняться законам ну понятно так competitor потому что можно перейти свободу выбора как то есть не свободу выбора firm свободу как свободу выбора содержания одного Karстина или не выбор свободу существования или несуществования не так что там без свободу выбора и него да выборы не выбора выбора и не выбор ну да ну вот допустим как бы не то что ты можешь поступить так 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 и ты выбираешь как поступить с точки зрения закона вот есть закон который горит и ты должен поступить так здесь только одно содержание который диктуется тебе как вот этим там нравственным чувствам у канты или там разума еще чем-то никакого свободы выбора здесь нет но при этом все равно остается свобода осуществления свобода как бы поступить или не поступить вот эта свобода остается и только она нужна на самом деле нет я думаю нельзя сделать вот что дело в том что все законы как ни странно они все они говорят марксисты как говорят все заходы есть осознанная необходимость понимаешь вот она тебе свобода исчезла тот самый способ как избежать свободы сказать что свобода есть особо необходимость означает что сказать что свободы нет понимаешь и что ее а точнее в чем она состоит подчинить свою свободу необходимость вот как управление это послушай если осознанно значит как бы этому дано бытие но осознание уже это у нас как бы давай нибудь это это получается осознанное в том это означает что вы должны понять что состоит необходимость и подчинить свою свободу это необходимость да это означает опять же редуцирует свою свободу ищет и избавиться от нее а теперь с коломболией что ли пытался нет просто я не уверен что как бы мы подчиняя свою свободу как ты выражаешься мы как будто бы ее лишаемся я не понимаю этого ну смотри вот я говорю про диканта то что мы пытаемся политически вывести с это не своем это другого все мира из исходя из оснований а зачем ну это это другое дело не в этом дело в ладно философии они пытаются просто потому что строить науку допустим у нас же это везде проявляется и вы видите также мы хотим законы учредить свою свободу ограничить и зачем вообще нет здесь мы именно бытие хотим вывести а там мы не выводим бытие там не законы как раз только содержательности касаются вот о чем они касаются Zhako содержательности не говорят что вот это вот надо я не вот это вот это надо ли это просто половина давайте Republicans садкetshalSOв Benitos только формально касается содержания дурства способы давно она это либо поступать либо не поступать руб вот этом сделать по сложению хорошо допустим детерминистический доказать чтут данном случае огонь о судьбе поступитators не поступить? Я говорю так. Ну если ты не поступишь, то значит ты нарушишь закон? И почему тогда состоит суть? У тебя сначала доказали, что надо было поступить. Нет, это понятно, что я нарушу. Я говорю, нарушу. В этом и состоит свобода. А смысл в том, что... Свобода состоит только в том, чтобы быть преступником. Вот это здорово. Это же, это и тихо сетского. Ну я понимаю. Самые свободные люди это преступники. Вот ты допустим, ты... Не, не, не. Ты допустим, как бы... Не. Почему? Потому что суппреступник, когда каждый раз, когда заносит, потому что думает. Я могу убить, а могу не убить. Но поскольку я свободен, я убиваю. Не, не, ты не понял. А ты можешь как бы... Не меньше свободы в том, чтобы и не убить. Я понимаю. В этом не меньше свободы. То есть у тебя свобода вот здесь, на границе колеблется. Вот здесь. Да не на границе. Это вообще свобода существования и несуществования. А не определенности. Какая разница тебе, какую тебе определенность дали? Понимаешь? Я понял. Да. Я здесь как раз пытаюсь говорить о содержательном. Нет. Вот на самом деле. Вот смотри. Вот допустим, когда мы в реальной жизни пытаемся поступить правильно. Да? Вот. Чем мы занимаемся? Сначала как бы мы пытаемся понять, в чем правильно состоит. Содержательно. Иногда нам это сложно, иногда проще. Это как бы проблема. И вся как бы философская этика вокруг этой проблемы вертится. Не только философская, любая. Ну в общем да. Как понять, что есть правильный поступок. И научная, и не научная. Не важно. Это религиозная. Понятно. Вот. Вот допустим мы поняли, а после этого мы можем так поступить или не поступить. Понимаешь? Вот допустим как бы... Ты понял, что надо не... Да. 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 Быть или не быть. Вот. Мы решаем как бы... Допустим... Может нам... Нам нужно... Нам говорить допустим наш разум, что... Или кто-то там еще, что... Нужно честно поступить. А вот... А ты там соврал допустим. Вот. И ты добрый поступок как бы не придал ему бытия. Доброму поступку. И только в этот момент ты как бы совершил зло. Тем, что не придал бытия ему. А не... А не тем, что там... Не понял там что-то или что-то еще. Для того чтобы так говорить всегда надо понимать, что вот это вот движение содержания оно недостаточно. Ну да. Да. Как бы... Оно и не может быть достаточно. Потому что не придумать вот этих аксиом первоначальник, Который бы полностью бы покрывали все... Все возможности. Ну это тоже да. Да. Как бы... Никакая бы цепочка мы бы не содержать, но не построили. Все равно вот... Мы такое выстроить не можем. Да. И не можем как бы доказать себе, что он поступить мы должен только так и не как я иначе. Да. Да. И поэтому всегда как бы наоборот происходит. Сначала что мы придаем бытия, а потом уже выстраиваем цепочку, почему мы так поступим. Не. Ну это как бы оправдание ты сейчас описываешь. А на самом деле посередине... Истина посередине. Что на самом деле мы как бы... Пробрасываем какую-то возможность, да? Логически. Осуществляем ее частично или как-то еще. Смотрим как оно получается. Понимаешь? И дальше, дальше действуем. И корректируем что-то или что-то еще. Допустим, мы раньше врали, понимаешь, и знаем к чему это приводит. Мы уже осуществляли все эти действия. Или уже частично осуществляли, или частично осуществляли. Смотрим как там. Не, просто когда мы говорим о сознании, так возможно этика вообще говоря. Или все-таки... Потому что если... То, что и возможность этики связано с возможностью философии сознания. Потому что... Получается так, что... Либо сознание у него значит очень так же повиснет. Понимаешь? Что мы можем сколько угодно пытаться его обосновать, какие-то искать основания там, а получится так, что так же как с этикой. Может как угодно принципы его вводить, а на самом деле ничего не сделать. Не, у меня тут просто другое интересно, понимаешь? Вот представь себе, допустим, какого-нибудь человека, который хочет быть злым. У него же та же проблема. Он должен разобраться, что такое добро, чтобы случайно его не совершить. Понимаешь? Никак не связано, так сказать, с добротой или злобностью намерений и желанием поступить определенному образом. Потому что добро и зло – это содержание еще. Ну? Он нет. Вот. Содержание. Ну да, да. Это содержание. А бытие, оно как Бог? Нет. Да, да, да. Оно бытиемней. И можно его оценить как добро, а можно как зло – это содержание. Допустим, если кто-то хочет кому-то навредить, да он думает, как будет, так сказать, больнее ему, как будет хуже. Понимаешь? Точно так же. А вот если я так поступлю, не получится ли, что ему будет в итоге хорошо? Добро. Ну вот. Вот тут зло – это содержание. А действие всегда оно как-то вот… Придает им. Придает им бытие. Да. Только зло получилось. Получилось злопульшим добро. А что это у тебя? Потому что зло есть отрицание добра. Не, ну да. А как бы у Гегеля, у Гегеля, поскольку все существующее есть добро, да, у него как бы невозможно осуществить зло. Это что значит? Что у него действительно, вот как ты говоришь, неосуществление – это и есть зло. У него ни бытие есть зло. Ну так это усек. Это все средневековые холостыки на это держатся. Ну да. Что зло – это что такое? Зло. То есть зло вообще нет. Есть вот добро… Это недостаток добра. Ну это понятно, да. Недостаток добра, в общем, не бытие. То есть зла как бы нет. Ну вот и у него получается так же. А на самом деле все ортогонально. Вот как-то, да, вот так вот, если так вот рисовать, все картинки все как-то вот так ортогонально, да. И где-то вот здесь находится наше Я, да? Которое поступает. Ну да. И так. И потом его поступок становится добром или злом уже после факта. Поскольку оно вписывается в содержание, становится каким-то содержательным. то есть он… Ну может быть, да. Он еще совершается, собирается что-то совершить. Совершает, да. И потом оно уже вписывается либо сюда, либо сюда. Вот как бы. А может быть вот так вот вписывается. Неоднозначно, да? Неоднозначно. Неоднозначно. И в этом проблема этики состоит. Потому что, несмотря на то, что как бы вот две сферы содержательные расчерчены, как бы… Ну, во-первых, как бы их сложно расчертить, а во-вторых, еще и поступить надо. То есть, я говорю, интересно, что… Сложно расчетить. Да, сложно расчетить, потому что это только абстрактно можно легко расчетить. А абстрактно можно, абстрактно. Ну, абстрактно можно. А конкретно? А конкретно? А конкретно же. Во-первых… А конкретно это вот к этой сфере относится? Как? Не-не. Ну, даже как вот, допустим, мир как-то живет там, да? Эти границы, даже если они существуют, они плавают. Ну, как бы, в связи с какими-то обстоятельствами, разные действия, то они, как бы, становятся… А про это же действие в разных ситуациях, в разные конкретные установки. Может быть, либо добром, либо злом. Нет, это, помню, что польза и вред, мы говорили. Польза и вред, вот. Имманентные, как бы… Польза и вред – это имманентные понятия, они, как бы, определяются миром. А это намерение. Вот где намерение, опять же, откуда трансцендентность возникает. За намерение. Намерение может быть злое, намерение совершить зло, или совершить добро. Вот, вот, почему у Канта, опять же, да, со своим намерением возится. Потому что он трансценденталист. Да, я неправильно рисую, неправильно. Смотри-ка, тебя же я уже забыл, уже наше тело. Потому что Гегелю не важно намерение. Почему не важно? Потому что у него всё имманент. Да. Вот. А Канту, не важно, в общем, чем, как бы, обернётся содержательно здесь всё. Потому что ему важно именно намерение. Да. Вот. Вот. А важна вся картинка. Угу. Просто я вообще подумал, может быть, у нас так получается... На мере несуженно направленности, правильно? Я просто уже на это тоже внимание обратил, что получается, что исследование сознания у нас очень сильно связано с этим. И сейчас это просто, вот, наш сегодняшний разговор об этом просто ещё лишний раз пока. Может быть, параллельно это делать? Постоянно каждый раз, когда у нас возникает какие-то движения связаны с сознанием... Ну, как получится. Потому что, может быть, как бы, вообще даже разговор именно вести о том, чтобы как-то сознание и этика их как-то брать отновременно. Потому что именно в этике высвечиваются многие проблемы, они как бы с другой стороны их весь вещь, их на то, чтобы их более лечь и ухватить. Про drying связанность с намерением. Это действительно nämlich. Наверение – это здесь же вот... Ну То есть здесь как бы абстрактные с одной стороны, а с другой стороны – они являются, как бы, и конкретными. Потому что они являются живыми намерениями. Это живыми, понимаешь? Ну да, но намерение – это, условно, то есть как бы в нем куда принимание на добро смотрят на этот характеристика внимания намерение это характеристика внимания что ты высвечиваешь своими вниманиями допустим сделать это или условно говоря как бы поступок знаешь поступок действия она лежит в этой плоскости она на берине опять же в себя не включает а вот такое какое есть а намерение как бы это а здесь действительно правильно рисовать то не добро и зло пользу и вред пользу и вред который становится добром тасканада уж пользу и вред они безотносительно но между ними границ плавать но в меньшей степени она как бы плавает из-за того что мир как бы движется куда-то она что мне понравилось вообще нравится с этим вниманием связано смотри что вот есть некое внимание воля снега корреляция и теперь как вот мы показываем намерение который как бы опять свой риск коррелирует они как тут коррелируют друг другу мы все связаны вот именно с этим фокусом фокусом на фоне периферии потому что что такое воля по идее воля вот есть как вот у нас многочисленные данные многочисленные генерации которые связаны с этими перцепции и воля что делает она вот фокусирует допустим важно для него здесь фокус ставит а здесь и поскольку она на периферии она гасится это называется волей а поскольку вот здесь на 3 фокуса находится здесь это вот это усиливается за счет фокуса на счет фокусировки это называется волей опять же связано с ним а также намерение намерение воли это вообще даже очень близкие понятия и получается ли так что вся структура сознания нам прояснить не только эти как бы и метафизику естественно вообще всего человека что вот эта вот структура которую вы тут выявили она вообще просто настолько фундаментально что получится как вот как хадигер меня фундаментально антологии получатся никакая частная просто что у нас тут было философия сознания как будто бы какая-то счастье созерцание я бы сказал да философия созерцания у нас была потому что это всего лишь внимание да а теперь это внимание одновременно становится и волей и намерением и желанием может мы говорили куда как бы желающая у нас интенция или нет так вот она желающая она валящая она как бы не будет, но это фундаментальная онтология уже получится, или сказать фундаментальная метафизика, но нечто фундаментальное, которое нельзя свести только к философии сознания. Мы на самом деле занимать философию сознания, вроде частные проблемы вообще вышли на какие-то рубежи, которые собственно вообще как у Кадегера получатся, или там как у Гигеля, они затрагивают вообще всё, чтобы понять теперь это на самом деле как сознание выглядит, надо думать, видишь, теперь и с этикой как заниматься, и заниматься психией. Чего я не знаю, даже как теперь это двигается-то. Что? Ну, это продевает все проблемы, очередным образом. То есть мы пытаемся двигаться, мы пытаемся двигаться в термины сознания, а на самом деле, как бы эти термины приходится теперь варьировать их в других вещах. И возникает вот эта пресловутая единственная философия, когда она, занимаясь, допустим, онтологией, или занимаясь там метафизикой, поднимаются все остальные вопросы. Что нет такой, значит, области частной. Может быть, вот как наука, есть частная наука, допустим, физика. Понимаешь, она может заниматься физикой и вообще не знать узкие души, что другие снауки существуют. Ну, есть там пересечения. Вот, допустим, Хайдеггер, да, он говорит, что структура дозайн, да, состоит в заботе. Вот я так понимаю, что вот эта вот отнесенность он заботой и называет. Вот это возможно, да. Забота это одновременно. И внимание к чему там. Вот здесь заботу написать, это хорошо получится. Это одновременно. И внимание, и определенное намерение в отношении того, о чем ты заботишься, и как бы воля какая-то. вот, и желание, понимаешь, там. То есть, ну, слово мне не очень нравится. Но суть в том, что вот это отношение, да, вот простое слово отношение, оно как бы вот, оно не является просто созерцанием, да, или... Тут самое важное теперь как-то разобраться в теме, потому что мы все здесь выстраиваем пока на пальцах, так что вот, в принципе, понятно, о чем говорить, да. Но требует какого-то домыслия, да. Особенно вот как бы терминологического домыслия. Я уже как бы заметил, что возможно наши обсуждения страдают тем, что у нас термины меняются. Ну, специально меняются. Да, да. И каждый раз как бы у нас тут все... И возможно ли это трудно для понимания, потому что... Удержать, да. Потому что мы фактически каждый раз говорим о чем-то, что нам понятно, да. Но каждый раз другими термины. Может быть, нам все-таки надо как-то согласовать какие-то термины, только как это сделать. Я вот почему-то думал, что если мы будем двигаться вот так вот в сфере мыслей, рано или поздно термины сами обратуются. Ну, что-то так... Посмотрев по тому, как у нас движется, я вот вижу только одно, что термины постоянно меняются. Хотя нет, есть устоявшиеся, конечно, термины. Но у нас даже сознание было... Хотя оно и было всегда соотнесенностью. Мы об этом и про пространство говорили часто. Но все равно как-то слегка все-таки варилось. Но это неизбежная эмоционализовка, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...